Привет, это Ярослава, и это канал для изучающих русский язык. Здесь мы говорим о русском языке, делаем все, чтобы лучше говорить на русском языке и понимать русский язык. И в этой серии видео я читаю новости на русском языке, чтобы, во-первых, быстро и очень эффективно улучшить ваш словарный запас, чтобы вам было лучше и легче понимать русский язык, особенно аутентичные тексты, естественные тексты. И чтобы вы знали и вы понимали, что такое Россия, каждому выпуску, каждому эпизоду я делаю бесплатный pdf-файл со словарем, со статьей и с маленькой небольшой практикой. Не забудьте его скачать, а сейчас мы с вами начнем. Итак, как вы думаете, что здесь происходит? Да, вы видите, что огромные очереди, полиция, люди стоят на улице. Что же это может быть? Хэллоуин прошел, Марайя Керри уже оттаяла, и песня All I Want For Christmas Is You снова начинает занимать высокие позиции в чартах. В России тоже начинается время подготовки к Рождеству. И когда я увидела эту новость, я подумала, боже мой, это же одна из самых русских новостей, которая может быть. Ежегодная гонка за билетами на балет «Челкунчик» начинается. Здесь есть балет, Чайковский и очереди. Если вы не знаете, то в Советском Союзе очереди — это было национальное достояние. Все стояли в очередях. Даже я помню в моем детстве. Эта новость достаточно большая, но она не очень сложная, но здесь очень много интересных вещей и лексики, и культурной составляющей. Я вам расскажу про балет, про «Щелкунчиков», кто такие перекупщики. И надеюсь, что после этой статьи вам захочется тоже посмотреть этот балет. Я сейчас не вижу себя, я вижу только экран, поэтому прошу понять и простить, если вдруг мое прекрасное лицо будет закрывать вам какие-то слова. Я не специально. Итак, давайте посмотрим, о чем статья. Ежегодная гонка за билетами на балет «Щелкунчик» начинается. Давайте сразу разберемся, что такое «Щелкунчик», кто такой «Щелкунчик». Наверное, вы знаете эту сказку, наверное, вы знаете эту историю, и я думаю, вы знаете, вы видели этого персонажа, кто это такой. Название «Щелкунчик» происходит от глагола «Щелкать». Я сейчас щелкаю зубами. И задача такой игрушки – щелкать орехи, открывать орехи. Я думаю, что вы поняли, в английском языке это называется «Nutscracker». И есть такой балет, очень знаменитый, очень известный, очень популярный балет Петра Ильича Чайковского, который называется «Щелкунчик». Ну, очевидно. И это традиционная рождественская история, поэтому и есть такая традиция, что в новогодние праздники, новогодние праздники – это с конца декабря до 13, наверное, января, это новогодние праздники, в театрах показывают этот балет. Часто ходят туда с детьми, и это уже такая традиция. Если что, я ни разу не была на этом балете, но я бы с удовольствием сходила. И потому что каждый год на этот балет огромный ажиотаж, люди начинают, люди охотятся за этими билетами, правильно? Итак, мы с вами сейчас прочитаем статью еще раз. Прошу прощения за долгое вступление, начинаем. Ежегодная гонка за билетами на балет «Щелкунчик» начинается. Большой театр объявил даты продаж на балет. Каковы нововведения и удастся ли, наконец, побороть перекупщиков? Это очередь в кассы Большого театра за билетами. Билеты на «Щелкунчик» на 23-28 декабря будут продавать 4 и 5 ноября, на самые горячие даты 30-31 декабря – 11-12 ноября, а на спектакли со 2 по 7 января – 18-19 ноября. По субботам будут традиционные продажи в кассах театра по воскресеньям онлайн-продажи на сайте Большого. Тем, кто хочет купить билет офлайн, надо заранее, как минимум накануне, подъехать к кассам Большого и записаться в тетрадь у волонтеров. В мессенджерах уже появляется информация, что волонтеры планируют начать дежурить раньше обычного. В этом году по одному браслету нет возможности купить второй билет чужому взрослому человеку, только родственнику, супругу, родителю, брату или сестре, бабушке или дедушке, внуку. Нужны документы, подтверждающие родство. «Я сама в прошлом году смогла купить два билета на 30 декабря за 7500 рублей каждый. Сначала записалась в тетрадку, потом в полночь пришла за номерным браслетом, на утро отстояла с этим браслетом очередь в кассу. Видела в этой очереди ссоры, людей, похожих на перекупщиках. Их же заметили в очереди в другие дни, но сама столкнулась только с взаимопомощью. Соседи по очереди приносили друг другу кофе, подбадривали, помогали выбирать места. Москвичка Татьяна купила билеты за 5,2 тысячи рублей, ну, лучше, наверное, сказать, за 5200 рублей, сидела в ложе на балконе. В этом году тоже планируют пойти, но в портер. В прошлом году я спокойно могла купить билет себе и своей подруге. В этом году добавили родственные связи. Наверное, по паспорту мужу, маме, по свидетельству о рождении. Я не знаю, как это все будет, но паспортные данные точно вбивают, их проверяют на входе. Это все борьба с огромными наценками, разными сайтами, которые продают эти билеты неофициально. Наверное, это правильно. Каждый человек, кто отстоит эту очередь или кто сможет на сайте поймать билет, сможет пойти в Большой театр по вполне приемлемым и адекватным ценам. Цена и качество очень соответствуют. Если ты купил на всю семью портер, конечно, ты потратишь много, но это не столько, сколько ты потратишь через перекупщиков. Билеты подорожали. Если в 2022 году диапазон был от 1500 до 1500 рублей и только на вечер 31 декабря был повышенный тариф от 2000 до 20000, то в этом году все утренние спектакли от 1500 до 1500, а все дневные и вечерние до 20. И это все равно будет дешевле, чем у перекупщиков. Многие из них все же обводят систему вокруг пальца и умудряются продавать билеты третьим лицам. По 70 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч. Можно ли это побороть? Комментирует театральный обозреватель комсомольской правды Анастасия Плешакова. Итак, что она говорит. Я в своих публикациях всегда предлагала вариант, который балетной публике кажется наивным. Балет пользуется таким спросом, что можно его показывать не раз в год. На мой взгляд, его уместно показывать и в другие дни, чтобы максимально удовлетворить спрос. Может быть, если буду чаще показывать, интерес к нему гаснет. Возможно, тут такая логика. Зачем же терять интерес с публики к этому балету. Энное количество лет назад я ходила со своими детьми на щелкунчик на дневной сеанс, платила за хорошие места в портере 4 тысячи рублей. Это была официальная цена. На троих стоило 12 тысяч. Не было жалко. Я считаю, что это уникальный балет. Если есть возможность посмотреть его хотя бы раз в жизни, это обязательно надо сделать. В Большом театре балет-щелкунчик – это большое искусство. Музыка Чайковского, хореография Юрия Григоровича, декорации великого художника-сценографа Симона Версаладзе, не говоря о прекрасных исполнителях. Всего в новогодние праздники щелкунчиков в Большом театре сыграют больше 20 раз. Так, я думаю, что эта статья была не очень сложная, но здесь есть интересные моменты. Давайте с самого начала. Я думаю, вы видите, что здесь в слове ежегодное есть слово год. Еже обозначает каждый. И ежегодный – это тот, который повторяется каждый год. Ежегодный. Также можно сказать ежемесячный, например, журнал, ежемесячная программа, ежемесячное шоу. Еженедельное – здесь точно можно сказать журнал или газета. Ежедневный, вот, кстати, ежедневный. Я думаю, вы все знаете. Гонка. Отличное слово. От слова гнать. Я буду сразу записывать, да. Гонка. Гонка – это существительное. От глагола гнать. Значит, очень быстро ехать. Например, есть гонка Формула 1. Еще есть гонка Париж-Дакар. Может быть, вы слышали, может быть, вы знаете. А во времена холодной войны между СССР и США была космическая гонка. Кто первый покорит космос? Итак, вот здесь начинается тоже ежегодная гонка. Большой театр, это, наверное, главный театр, один из главных театров России, объявил, ну, то есть объявил, значит, анонсировал даты продаж на балет. Каковы нововведения? Новый и введение. Что ввели нового? Какие новости? Какие апдейты? Это нововведение. И удастся ли, наконец, побороть перекупщиков? Перекупщики. Думаю, понятно, что здесь есть две части вы узнаете. Я думаю, что здесь вы видите минимум две знакомые части. Это купить, куп, купить и приставка пере. Одно из значений этой приставки от одного к другому. Например, можно переехать в другой город. Вы были в одном городе, переехали в другой. Здесь перекупщики, которые покупают, а потом они продают другим людям. Побороть, победить. В каком-то из эпизодов мы уже говорили об этом слове, я не помню в каком, но думаю, наверное, вы помните. Побороть значит победить, выиграть. Можно побороть вредные привычки, можно побороть противника. И удастся ли, ли эта частица обозначает вопрос, да или нет. Могу ли я открыть дверь? То есть могу я открыть дверь или нет? Могу ли я выучить иностранный язык за одну неделю? Могу выучить или нет? И вот здесь удастся, смогут ли они наконец побороть перекупщиков. Смогут побороть перекупщиков или нет? Так, это очередь. Очередь это большая линия людей, которые стоят, чтобы что-то купить обычно. Или, я думаю, вы знаете, если вы летали на самолете, что объявляют посадку и встает просто 100 человек, ждут, когда их начнут наконец запускать самолет. Итак, билеты на щелкунчик на 23 декабря будут продавать 4-5 ноября. Ну, то есть, я думаю, вы понимаете, что первые билеты на первые сеансы уже начали продавать билеты. Самые горячие даты горячие, то есть, самые актуальные, те, на которые люди хотят попасть чаще всего, это горячие даты, да. 30 и 31 декабря, ну, потому что это Новый год. Тогда билеты будут продавать 11 и 12 ноября. Потом на спектакли. Спектакль – это синоним, к слову, выступление или шоу. Спектакль – это пьеса, это постановка, это то, что на сцене. Спектакль. И вот на эти даты со 2 по 7 января будут продавать 18-19. Все отлично. Итак, как устроена продажа? Сначала по субботам будут традиционные продажи в кассах театра, то есть, нужно прийти ногами. По воскресеньям – онлайн-продажи. Вам не кажется, что это немного странная система? Но я думаю, что здесь есть своя логика. Итак, какая же логика? Тем, кто хочет купить билет оффлайн, надо заранее, то есть, до этого. Ну, например, если вы летите на самолете, вам нужно приехать в аэропорт заранее, ну, наверное, минимум за 2 часа. А здесь, если вы хотите купить билет в кассах, то нужно тоже приехать заранее, как минимум накануне. Это достаточно редкое слово. Я вам дам одну подсказку. Есть Рождество, праздник Рождество, а есть канун Рождества. Или есть Хэллоуин и есть канун Хэллоуина. Правильно? То есть, это день накануне. Значит, накануне – это на день раньше, обычно вечером, то есть, совсем до. То есть, нужно подъехать к кассам Большого театра и записаться в тетрадь у волонтеров. То есть, там будут волонтеры, и вам нужно записать себя в мессенджерах, ватсап, телеграм и так далее. Уже появляется информация, что волонтеры планируют начать дежурить раньше обычного. В этом году по одному браслету нет возможности купить второй билет. Сейчас объясню. Вы приезжаете накануне и записываетесь волонтером, записываетесь у волонтеров в тетрадь. Потом, когда начинаются продажи, эти волонтеры смотрят свой список и дают браслет, специальный браслет с номером. И по этому браслету ты уже можешь потом пойти в кассы. То есть, браслет – это вторая очередь. И в этом году по одному браслету, то есть, вы записались в тетрадь, вам дали браслет, нет возможности купить второй билет чужому взрослому человеку. То есть, вы не можете купить другу, например, или вы не можете купить, ну, не знаю, соседу, только родственнику. Кто такой родственник? Родственник – это человек, с кем вы в родстве, с кем вы в одном роде. То есть, родственник – это, ну, здесь уже написано, супруг, муж или жена, родители, мама, папа, брат или сестра, бабушка, дедушка, внуки. Нужны документы, подтверждающие родство. То есть, нужны документы, которые подтвердят, что вы родственники. Мы говорили про это слово тоже. Подтверждать – это сказать, что да, это правда. То есть, документ, который официально говорит, да, вы родственники. Я сама, ну, то есть, это Александра Сидорова, автор этой статьи, говорит, что в прошлом году она смогла купить два билета. За семь с половиной тысячи. Мне, например, интересно, почему здесь написано с ошибкой, потому что за семь с половиной тысяч рублей, то есть, здесь не должно быть и, или даже, ладно, семь целых пять десятых тысяч тоже. Ладно, хорошо, прощаем. В общем, тут за семь с половиной тысяч рублей каждый. То есть, каждый билет стоил столько. Дорогие друзья, я сейчас монтирую это видео, и я заметила, что у меня не записался фон, у меня не записалась статья. То есть, видно, что я говорю, но что на фоне я пишу и так далее – нет. То есть, там все застыло на одном кадре, поэтому я думала, что делать. Или записать снова все это видео, или попытаться как-то выйти из ситуации. Я, если вы видите эту запись, значит, я постаралась выйти из этой ситуации. Вот. Если нет, значит, я перезаписала. Но если вы это видите, значит, я не перезаписала, а выложила так. В общем, до встречи. Надеюсь, что будет все равно понятно. Сначала записалась в тетрадку, то есть, эти волонтеры ее записали. Потом в полночь, у нас есть полдень, когда солнце, 12 часов дня, и полночь, 12 часов ночи. Пришла за номерным браслетом. Сначала ее записали, потом она пришла, чтобы получить вот этот браслетик. Наутро. Утро. Наутро. Отстояла за этим браслетом очередь, с этим браслетом очередь в кассу. Глагол «стоять». Но «отстоять» приставка «от» дает значение до конца. Видела в этой очереди ссоры. Люди ссорились, выясняли отношения, ругались, конфликтовали. Людей, похожих на перекупщиков. То есть, люди, которые были похожи вот на тех людей, которые покупают, чтобы потом перепродать. То есть, не для себя они хотят перепродать. Их же заметили в очереди в другие дни. Но сама столкнулась. Столкнуться физически. На полной скорости два объекта ударились и встретились. Например, может комета, метеор, столкнуться с другой кометой, например. Или когда динозавры вымерли. Вы помните, что комета столкнулась с Землей. Можно, например, столкнуться с другим человеком. Плечом. Вы идете и плечом столкнулись. Вот здесь она столкнулась. То есть, она встретилась. То есть, что она встретила? Только за взаимопомощью. Взаимопомощь. Люди друг другу помогали. Помощь. Помощь. Когда люди друг другу помогают. Когда делают друг другу хорошее. И взаимопомощь. Значит, для друг друга. Например, взаимная любовь. Когда два человека любят друг друга взаимно. Не взаимная любовь. Когда один любит, другой нет. Вот здесь была взаимопомощь. Люди помогали друг другу. Соседи по очереди приносили друг другу кофе, подбадривали. Подбадривать значит говорить какие-то добрые слова, утешать друг друга, ну, чтобы никто не расстраивался. И потом, а, помогали выбирать места, ну, в зале. Например, москвичка Татьяна купила билеты, опять, очень хорошо написали. Ну, я понимаю, что если текст письменный, то достаточно легко понять 5,2 тысячи рублей. Ну, так никто не говорит. Если мы говорим, произносим это словами, ртом, то мы скажем за 5,200 рублей или за 5,200, без рублей просто. Москвичка Татьяна купила билеты за 5,200, понятно, что рублей, она была в Москве, или за 5,200 рублей. Сидела в ложе на балконе. Итак, где это ложе на балконе? Давайте посмотрим. Вот это план театра. Вот есть балконы, да, балконы третьего, второго, четвертого яруса. И вот такие маленькие-маленькие балкончики. И она сидела вот в таком балкончике. Очень удобно, мне очень нравятся эти места. В этом году тоже планируют пойти, но в портер. Портер вот внизу, портер внизу. Хорошо. Что она говорит, москвичка Татьяна? В прошлом году я спокойно могла купить билет себе и своей подруге. В этом году добавили родственные связи, о чем мы уже говорили, родственники. Наверное, по паспорту мужу, маме, по свидетельству о рождении. Свидетельство о рождении – это документ, который подтверждает, что вы родились. Как будто бы вот этого недостаточно. Я не знаю, как это все будет, но паспортные данные точно вбивают. Вбивают – значит, заносят в базу данных. Я думаю, что это слово пришло к нам еще со времен, когда были печатные машинки. И они достаточно громкие там. Потому что по клавишам бьют. Вот данные точно вбивают, их проверяют на входе. Это все борьба с огромными наценками. Что такое наценка? Вообще, наценка – это естественная часть нашей жизни. Например, что-то производит. Ну, не знаю, например, что производит. Блин. Молоко. Например, производит молоко. И когда его привозят в магазин, магазин делает свою наценку. То есть это дополнительный процент, который магазин забирает себе. Борьба с огромными наценками. Потому что есть разные сайты, которые продают эти билеты неофициально. Ну, вот, например, здесь она купила билеты за 5000 рублей. 5000 рублей сейчас – это где-то 50 долларов. Но есть сайты, которые продают это в 2, в 3, в 4, в 5 раз дороже. Наверное, это правильно. Каждый человек, кто отстоит эту очередь, кто сможет так долго стоять за билетом, и кто сможет на сайте поймать билет, сможет пойти в Большой театр по вполне приемлемым и адекватным ценам. Что значит адекватный? Который соответствует какой-то логике. Ну, например, есть адекватная цена. Ну, например, сколько стоит бутылка воды? Ну, я не знаю, ну, давайте 50 центов она стоит. Но есть вода, которая стоит 10-20 долларов за одну бутылку. Мне кажется, это не очень адекватная цена. И могут быть адекватные поступки. Например, ну, например, выйти на улицу без штанов – это не очень адекватно. Приемлемый – это тот, который можно принять. И не будет никаких протестов, не будет никаких возражений. Это может быть не самое оптимальное, но, в принципе, это нормально. Ну, например, вы хотели поехать на Новый год в Альпы, но вы не можете. И тогда вы думаете, ну, хорошо, тогда я поеду в соседний город. Это тоже приемлемо, это тоже нормально. Цена и качество очень соответствуют. Соответствовать – быть в балансе. Итак, если ты купил на всю семью портер, конечно, ты потратишь много. Но это не столько, сколько ты потратишь через перекупщиков, потому что перекупщики делают очень дорого. Я подчеркну, соответствует – приемлемый и адекватный. Итак, билеты подорожали, то есть они стали более дорогими. Если в 2022 году, в прошлом году, диапазон был от полутора тысяч до 15 тысяч рублей, и только на вечер 31 декабря был повышенный тариф от двух тысяч до двадцати, в этом году все утренние спектакли от полутора тысяч до пятнадцати, а дневные и вечерние – до двадцати тысяч. То есть раньше был только один более дорогой сеанс, а сейчас все дневные и вечерние – более дорогие. И все равно это дешевле, чем у перекупщиков. Многие из них все же обводят систему вокруг пальца. Итак, обвести вокруг пальца. Палец – обвести вокруг. Значит, обхитрить, обмануть, переиграть. Например, я помню, что Мила Кунис, актриса. Может быть, вы знаете сериал «70-е», «Z-70-е шоу». И когда были пробы, когда она проходила кастинг, и ее хотели взять, ее спросили, есть ли ей 16 лет. Ей было 14 лет. Но она обвела их вокруг пальца, и она сказала, что ей будет 16. Технически она не соврала, потому что она сказала правду. Ей будет 16 лет, но через два года. Поэтому обвести вокруг пальца – это значит найти какую-то лазейку. Перекупщики какие-то могут обойти систему вокруг пальца и умудряются продавать билеты третьим лицам. Умудряются, значит. То есть они как-то догадываются, додумываются, они как-то понимают, как это сделать. Но умудряться – это скорее негативно. Нельзя сказать «умудрился» в хорошем плане. Умудриться – это додуматься делать что-то плохое. В общем, они умудряются продавать билеты третьим лицам, то есть кому-то еще по 70-100-150 тысяч. Можно ли это побороть? Можно ли это победить? Комментирует театральный обозреватель, который обозревает театр «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова. Что она говорит? Я в своих публикациях всегда предлагала вариант, который балетной публике кажется наивным. Наивный – это очень детский, такой неопытный взгляд. Когда вы не разбираетесь в чем-то, и вы делаете предположение, но оно очень такое глупое, детское предположение. Наивные люди, например, это те люди, которые верят, что какой-то африканский принц хочет отдать им все свои деньги. Но для того, чтобы они могли получить деньги этого африканского принца, им нужно только отправить фотографию своей карты с обеих сторон. И все, больше ничего не нужно. Вот это наивность. И балетная публика считает, что ее вариант очень наивный. Балет пользуется таким спросом, то есть он очень востребованный, очень популярный. Пользоваться спросом, значит, люди про это спрашивают, люди это хотят. Что можно его показывать не раз в год в Рождество, потому что сейчас щелкунчика показывают только в рождественские, только в новогодние праздники. На мой взгляд, его уместно показывать и в другие дни. То есть его можно показывать, это адекватно, чтобы максимально удовлетворить спрос. Может быть, если будут чаще показывать, интерес к нему угаснет. Угасает, например, могут угасать свечи. Могут угасать люди тоже, когда уже в очень-очень почтенном возрасте, когда их энергия падает. Или, например, человек болеет, и он тоже угасает, то есть когда уже ближе к смерти. Возможно, тут такая логика. Зачем же терять интерес публики к этому балету? Логично. Н-ное количество лет назад. Н-ное – это термин с одной стороны из математики, а с другой стороны из русской классической литературы. Потому что, я думаю, вы знаете, что в математике какое-то число, какое-то число обозначает буквой n. Ну, например, если умножить 1 на n-ное количество, на n-ное количество единиц, то тоже будет 1. Или в русской классической литературе часто, когда пишут про какой-то город, чтобы не называть этот город, его просто называли город n. Ну, например, Гоголь так часто писал. Въезжает в город n. Что это за город? Непонятно. Ну, какой-то, некий город. Поэтому n-ное количество лет назад, то есть какое-то количество лет назад, она ходила, Анастасия Плешакова, со своими детьми на щелкунчика на дневной сеанс. Платила за хорошие места в портере 400 тысяч рублей. Это была официальная цена. На троих стоило 12 тысяч. Все. Математика сходится. Логично. Арифметика работает. Не было жалко. Жалко – это какие-то негативные эмоции, когда вы что-то потеряли. Ну, например, вы потеряли телефон. Конечно, жалко, вы потеряли свою вещь. Или вы купили какую-то вещь, она была некачественная. И вам тоже жалко этих денег. Поэтому она говорит, что 12 тысяч – это немало. Ну, это на самом деле немало. Но ей не было жалко этих денег. Она считает, что это уникальный балет. И если есть возможность посмотреть его хотя бы раз в жизни, это обязательно надо сделать. Я тоже так считаю. Поэтому я прикреплю ссылку на этот балет. Вы можете посмотреть на ютубе. Я надеюсь, что я его найду. В Большом театре балет «Щелкунчик» – это большое искусство. Музыка Чайковского, хореография Юрия Григоровича, декорации великого художника, сценографа Симона Версаладзе. Не говоря о прекрасных исполнителях, то есть танцорах. Всего в новогодние праздники «Щелкунчика» в Большом сыграют больше 20 раз. Вы думаете, 20 раз – это много или мало? Вот такая статья. Я думаю, что она была не очень сложная. Поэтому давайте еще раз все прочтем, чтобы вы лучше все запомнили. А если вы хотите обсудить эту статью, то вступайте в наш клуб «Learn Russian with News», где мы обсуждаем не только политику, но и такие прекрасные события. Итак, давайте прочтем еще раз. Ежегодная гонка за билетами на балет «Щелкунчик» начинается. Большой театр объявил даты продаж на балет. Каковы нововведения и удастся ли, наконец, побороть перекупщиков? Билеты на «Щелкунчик» на 23-28 декабря будут продавать 4-5 ноября. На самые горячие даты 30-31 декабря – 11 и 12 ноября. На спектакли со 2 по 7 января – 18-19 ноября. По субботам будут традиционные продажи в кассах театра. По воскресеньям – онлайн-продажи на сайте Большого. Тем, кто хочет купить билет офлайн, надо заранее, как минимум накануне, подъехать к кассам Большого и записаться в тетрадь у волонтеров. В мессенджерах уже появляется информация, что волонтеры планируют начать дежурить раньше обычного. В этом году по одному браслету нет возможности купить второй билет чужому взрослому человеку. Только родственнику – супругу, родителю, брату или сестре, бабушке или дедушке, внуку. Нужны документы, подтверждающие родство. «Я сама в прошлом году смогла купить два билета на 30 декабря за 7,5 тысяч рублей каждый. Сначала записалась в тетрадку, потом в полночь пришла за номерным браслетом. На утро отстояла с этим браслетом очередь в кассу. Видела в этой очереди ссоры, людей, похожих на перекупщиков. Их же заметили в очереди в другие дни. Но сама столкнулась только с взаимопомощью. Соседи по очереди проносили друг другу кофе, подбадривали, помогали выбирать места. Москвичка Татьяна купила билеты за 5200 рублей, сидела в ложе на балконе. В этом году тоже планируют пойти, но в портер. В прошлом году я спокойно могла купить билет себе и своей подруге. В этом году добавили родственные связи. Наверное, по паспорту мужу, маме по свидетельству о рождении. Я не знаю, как это все будет, но паспортные данные точно вбивают. Их проверяют на входе. Это все борьба с огромными наценками, разными сайтами, которые продают эти билеты неофициально. Наверное, это правильно. Каждый человек, кто отстоит эту очередь, или кто сможет на сайте поймать билет, сможет пойти в большой театр по вполне приемлемым и адекватным ценам. Цена и качество очень соответствуют. Если ты купил на всю семью портер, конечно, ты потратишь много. Но это не столько, сколько ты потратишь через перекупщиков. Билеты подорожали. Если в 2022 году диапазон был от 1500 до 1500 рублей, и только на вечер 31 декабря был повышенный тариф от 2000 до 20000, то в этом году все утренние спектакли от 1500 до 15, а все дневные и вечерние до 20. И это все равно будет дешевле, чем у перекупщиков. Многие из них все же обводят систему вокруг пальца и умудряются продавать билеты третьим лицам по 70, 100, 150 тысяч рублей. Можно ли это побороть? Комментирует театральный обозреватель комсомольской правды Анастасия Плешакова. Я в своих публикациях всегда предлагала вариант, который балетной публике кажется наивным. Балет пользуется таким спросом, что можно его показывать не раз в год. На мой взгляд, его уместно показывать и в другие дни, чтобы максимально удовлетворить спрос. Может быть, если будут чаще показывать, интерес к нему угаснет? Возможно, тут такая логика. Зачем же терять интерес публики к этому балету? Энное количество лет назад я ходила со своими детьми на щелкунчик на дневной сеанс. Платила за хорошие места в партере 4 тысячи рублей. Это была официальная цена. На троих стоило 12. Не было жалко. Я считаю, что это уникальный балет. Если есть возможность посмотреть его хотя бы раз в жизни, это обязательно надо сделать. В Большом театре балет-щелкунчик – это большое искусство. Музыка Чайковского, хореография Юрия Григоровича, декорации великого художника-сценографа Симона Версаладзе, не говоря о прекрасных исполнителях. Всего в новогодние праздники щелкунчика в Большом театре сыграют больше 20 раз. Ну что? Ну что, друзья? Это была большая статья. Это было большое видео. И большое вам спасибо. Я вас жду на наших встречах, в рассылке и в комментариях. Все. Всем до скорого. Пока-пока.